немного я чувствую так вылетел на рабочий стол стол какие-то проблемы у нас компьютером в гонке также я вылетел на рабочий стол да хорошая графика требует гораздо большего чем мой компьютер мы видим александр уже почти загнал и гений частный будет намечаться борьба не так и александр возможно я бы не надо подобраться между ними еще в весе секунды но александр показал лучший круг тем самым приблизившись к евгению а евгений показал на 24 2 александр минут 23 и 8 может быть александр и заберут из лучших в свой актив приближается они к игру пешково очень быстро игры уже изношены комплект резины и он только один раз побывал на пистоле ну так же как и евгений игорьенко но у евгения мы как знаем то что у него как он держался это дженсен баттон будущий очень тоже сильные как и дженсен экономит резину уже 23 в четверг по голосованию мы приняли решение проводить гран-при ждем вас всех на этом этапе на гран-при монако в королевстве монте-карло надеюсь там также все пилоты доедут до финиша будет он также борьба как и тут александр чего вы даже я тоже на это надеюсь то что те дойдут до финиша и будут бороться этого конечно ждут очень многие да посмотрите сейчас на александра закировала он сейчас уже полторы секунды я борьба да сейчас будет борьба наверное но это еще не факт и венега очень быстрый гонщик не зря выиграл четыре гонки александр пытается донать александр в этой гонке просто великолепно не знаю может новая команда так на него повлияло но он очень быстро быстрее лидеры чемпионата который он сейчас кстати догоняет постепенно быстрее ли игорь и пешков если бы вот не эти мелкие ошибки друзья то наверное победительным стал бы именно александр закиров не так ли александр возможно возможно но это отдельный в ней происходит да 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 вижу вижу теряет он гонку вот видите сколько мы поговорили ошибки сказываются здесь да и вот и и совершает александр да за четырех круг до финиша за четырех круг до финиша он совершил свою ошибку Вот уже в первом, уже во втором повороте Игорь и уже к первому приближается Евгений Егорик. Насколько быстро Евгений, я не могу поискать, у Игоря минут 28, а у Евгений минут 24. Вот и считайте, 4 секунды на круге он едет, Евгений быстрее едет. Может быть, как и на грамм при Бахрен, когда он догнал Мякушина на Маруси и обогнал его. Там также было на последних кругах. На последних кругах он его обогнал. Может быть, тут также повторится? Ну, посмотрим. Ну, мы как видим, то, что в Испании уже темнеет, уже вечерок. И да, и асфальт уже как бы не такой горячий. Температура его снизилась до 30 градусов тепла. Ну, это хорошо. Ну, это хорошо. А вот фас на нем очень хорошо. Игорь Пешков, чтобы его не догнал Евгений Игоренко. Сейчас опять вновь был заторможение моего видео. Не знаю, влез ли он, будет ли он у вас. Но, к сожалению, у меня немножко сегодня компьютер подвой. Я вот смотрю на Евгений, он гораздо уже ближе, кстати, к Игорю. Да, скорее всего, будет борьба. Два круга. А, нет, извиняюсь, три круга осталось. Уже 28-й круга, они поехали. Уже три круга осталось просто-напросто. Евгений может еще выиграть уже пятую гонку подряд и девятнадцатую в карьере. Ну, первые полчаса ничего не зависало. А вот сейчас что-то стало подвисать, не знаю почему. Ну, да ладно. В принципе, гонка очень интересная. Эти маленькие зависания не помешают нам транслизировать к рампри. Ну, и мы смотрим, что Евгений уже приблизился. Очень близко. Да, уже в двух секундах позади. И это еще три круга до финиша. Точнее, уже два. И один сектор. Ох ты, они очень близко уже. Неужели у Игоря остатки снушенные шины? Потому что, посмотрите, сейчас будет напрямой. А квадратились просто-напросто уже у него шины. Сейчас вот напрямую. Я вижу то, что Евгений пытается его обогнать. По внешнему радиусу. И внутрь заходит. Смотрите, какая атака. Вот это да. И Евгений, Евгений обогнал. Да. Контакт вплоть до контакта. Игорь пытается контр-атаковать, но не получается. Победителем пятый. Да, Игорь, к сожалению, проиграл сейчас. Немного по тактике проиграл команда Lotus. Надо было делать, можно сказать, два пидстопа. Смотрим за Игорем пешком, что же продемонстрирует он. Ну, сейчас он, скорее всего, ничего не сможет продемонстрировать, поскольку шины полностью уже изношены. 29-й круг, еще два круга. Да, и уже пятая победа, можно сказать, будет у Евгения Егоренко. 125 очков. И, кстати, это будет четвертая победа вот в этом королевстве Испании. Уже три раза он тут побеждал. Сейчас будет уже четвертая победа. Ну, точнее, надеюсь, что будет. Я вижу какие-то фонари, что ли, включились над трассой. Ой-ой-ой-ой. Нет, я тут уже наблюдаю то, что... Проколу, ой-ой-ой, проколу Игоря Пешкова за круг до финиша. Невероятно, как не повезло ему. Игорь Пешков, что он трансфицировал? Да, уже, уже сейчас проедет. Он его уже проехал. Проехал, да. Интересно, Максим, договорим. Прокол, Игорь Пешков, прокол. Ну, возможно, он даже тянет до финиша и удержит Максим как Пошин. Смотрим за ним. Нет, скорее всего, не удержит. Максим уже в третьем повороте, а Игорь только... Только в пятом. Да. По тактике... По тактике Лотос сегодня сильно проиграл. Мог бы выиграть даже гонкой, если бы... Вы посмотрите на Кейтером, да? Да, очень хорошо едет. Вот он уже близко к Игору. Уже выходит из чего-то поворота. Ой. С триболом, в олеврике. Ну, что дальше? Ну, он, скорее всего... Да, он догонится. Да, Игорь Пешков будет либо четвертым, либо пятым. Ну, а мы потеряли лидера. А, вот он лидер. И все, громко окончено. Евгений Игоренко пятый раз подряд в этом чемпионате выиграет Грам-при. И пять уже гонок прошло, дорогие друзья. И пять. И только один победитель. Вторым приезжает... Вторым приезжает Александр Закиров, который впервые на подиуме в своей карьере. И третьим, пока еще не приезжает, но едет Максим Прокош. У него тоже прокол, я смотрю. У него либо тоже прокол, либо что-то как-то он перетармозил. Да, да, да. Да, да, прокол, прокол. Да, прокол. Да, ну что, поздравляем мы Максима, первый подиум. Поздравляем с Даркей Петером, поздравим то, что они на подиуме, оба. Поздравим мы также и победителя. Поздравим Игорь Пешкова с такой хорошей гонкой. И поздравим, конечно же, Андрея Винокурова, то, что он приезжает, несмотря ни на что. Да, не удалась ему гонка. Ну что ж, вот и финиш, дорогие телезрители. Пятый этап окончился, 23-го. Подходи на Игоря Пешкова, как он крутит, как он крутит бублики. Да, наверное, радуется, что такая красивая гонка все-таки получилась. Ну, возможно, у него сейчас мотор сгорит просто. Ну, это ничего. Инженеры затащат его в бокс и увезут уже в Монако. Что-то тут так же встал и Андрей Винокуров. Смотрим, да, Александр и Евгений едут в бокс, два победителя. Один срезает. Ну, это уже после гонки, друзья. Поздравим всех с гонкой, это было прекрасно. Да, супер гонка, дорогие телезрители. Что ж, увидимся 23-го. Августа 2012 года, уже в четверг, будет Гран-при Монако. Так же мы будем транслировать и Монако, и все последующие этапы. Ну что ж, пришло время прощаться, дорогие друзья. Благодарю я за помощь Александру Закирову в этой трансляции. Да, я тоже благодарю то, что меня приняли на работу, работать комментатором в Гран-при. И хочу попрощаться с вами. С вами был Александр Закиров и Евгений Галенко. До скорого. Да, до скорого, дорогие друзья.